Как сделать кожу упругой после родов? С треми растяжками называют бледно-розовые, синюшные, лиловые, бурачные рубцы, которые появляются на животе, бедрах, икрах, груди. Или руках у женщин, часто во время беременности или после родов. Вопреки тому, что растяжках, почему они появляются, как от них избавиться, говорят много, некоторые женщины все еще думают, что рубцы. И борозды, уродующие кожу, появляются ввиду ее резкого растяжения. Например, если женщина резко поправилась или во время беременности. На самом деле, наша кожа от природы настолько эластичная, что одного механического фактора для того, чтобы появились стрии, явно было бы недостаточно. По мнению косметологов и врачей-эндокринологов, у растяжек целый комплекс взаимозависимых причин гормональной нарушения известно. Что готовясь стать матерью, выкармливая ребенка грудью, женщина переживает настоящую гормональную бурю, ухудшение кровоснабжения. Кожа гипоксия и недостаточное питание клетокожи потерями влаги, недостаточная продукция коллагена и эластана механический. Фактор эластановые волокна разрываются в местах, где кожа подвергается наиболее интенсивному растяжению, места этих микротравьям связываются. Соединительной тканью комплекс превентивных мер включает в себя правильное, достаточное, но не чрезмерное питание. Соблюдение питьевого режима посильное занятие спортом контроль над прибавкой веса использования магазинных кремов. Лосьонов, гелий от растяжек для будущих и молодых мам обмывания кожи водой контрастной температуры ношения бандажа использования. Народных средств для упругости и эластичности кожи, например, мумиокосметологической глины, продуктов пчеловодства, прочие. Как убрать растяжки на коже после родов? Фото дайпос, если, несмотря на профилактические меры или из-за их отсутствия после родов на животе, бедрах, груди появились стрии, их можно убрать. Полностью с помощью хирургических методов. К таким относят лазерную шлифовку и абдоминопластику, удаление поврежденных участков кожи. Другие, менее кардинальные способы могут лишь сделать их менее заметными, но не устранить полностью. К ним относятся массаж микродермообразия. Шлифовка микрокристаллами создает эффект механического пилинга, скрабирования. Применение косметологических препаратов, кремов, гелей, прочее. Примение народных средств лазер от растяжек после родов, фото дайпосли. Во многих косметологических клиниках сегодня можно пройти процедуру лазерной шлифовки растяжек с помощью фракционного лазера. Судя по отзывам, этот метод оказывается эффективным даже в том случае, когда стрии крупные и застаревшие. Суть процедуры заключается в следующем. Лазер разрушает трубцовую ткань под его воздействием здоровые клетки кожи активно. Продуцирует коллаген микроциркуляция крови, возобновляется обменный процесс и ускорится регенерационный процесс происходит активнее. На местах стрии появляется эластичная молодая кожа побочных эффектов, у лазерного удаления стрии почти нет, сама процедура безболезненная. К сожалению, к данному методу молодые мамы могут прибегнуть не всегда. Во-первых, стоимость ее кусается, а процедур часто требуется несколько. Во-вторых, лактация, то есть кормление грудью, является противопоказанием для лазерной шлифовки стрии. В-третьих, лазер не применит, если в зоне его воздействия проходит хоть малейшее воспалительные процессы, либо же женщина страдает дерматологическими болезнями. Массаж для кожи после родов. Массаж в салоне или самомассаж дома помогут не только избавиться от растяжек, но и в общем улучшат состояние кожи после родов. Послеродовой массаж от растяжек – деликатная процедура, во время которой не должно быть интенсивного воздействия на кожу и мышцы. Он требует осведомленности в технике. Посмотреть урок массажа можно на видео. Если же уверенности в собственных силах нет, либо же если во время процедуры возникает дискомфорт, лучше доверить ее выполнению профессиональному массажисту. Скрабы для кожи после родов. Во время скрабирования верхний слой омертревших клеток снимается, улучшается кровоток, в капиллярах ускоряется клеточный. Метаболизм ускоряется регенерация клетокожа. Процедура делается дважды в неделю и проходит таким образом, необходимо принять душ, желательно. Контрастное тело очищается гелием, мылом, прочий скраб втирается в кожу массажными движениями. После процедуры можно втереть в кожу масло или сделать регенерирующую маску. Скрабы для тела можно приобрести готовые в магазине. Не менее эффективные домашние препараты. Вот несколько рецептов. Рецепт кофейный скраб против стрий. Нужно жирные сливки 1 ст. Ложка оливковое масло 1 ст. Ложка молотый кофе 2 чайные ложки, соль и сахар по 1 чайной ложке. Компоненты препарата смешиваются после чего наносятся на участки и кожа со стрийами. Рецепт скраб от растяжек с медом и морской солью. Нужно мед 2 столовые ложки, соль морская 1 ст. Ложки лимонный сок 1 чайная ложка. Приготовленную слегка подогретого меда, соли и лимонного сока смесь также необходимо втереть в кожу бедер, игодиц, живота или ног, весь растяжки. Масла для кожи после родов. Эффективным способом сделать стрии менее видимыми является массаж с маслами или просто масляные втирания. Препараты на основе растительных или косметологических масел с добавлениями эфиров готовить легко. Их компоненты доступны в аптеках и магазинах. Рецепт смесь для втирания на основе оливкового масла. Нужно оливковое масло 4 ст. Ложки эфир апельсина 2 капли, эфир герани 2 капли, эфир лаванды 2 капли. Оливковое масло подогревает и обогащает эфирными маслами. Смесь втирает в кожу после души и скрабирования. Рецепт миндально-цитрусовый масляный препарат. Нужно миндальное масло 3 ст. Ложки масла апельсина, нероли и бергамота по одной капле. С этой смесью очень хорошо делать самомассаж. Помогает ли мумио от растяжек после родов? Даже в самом названии мумио очень много загадочного. А состав этого вещества поистине удивительный. Уникальный органоминеральный комплекс содержит около 4 десятков микро- и макроэлементов аминокислоты, эфирные масла, все известные витамины. Благодаря этому мумио обладает антисептическим, противовоспалительным, обезболивающим, антибактериальным, противовирусным, анестетическим и многими другими свойствами. При местном использовании мумио ускоряет клеточные процессы в коже, что приводит к ее восстановлению и омолаживанию. Так, чтобы избавиться от растяжек, необходимо приобрести мумио в таблетках и уже дома приготовить из них препарат. Рецепт крем с мумио после родовых стрий нужно. Детский крем 50 мл мумио 4 таблетки в стеклянной баночке смешивают крем. Основу и растворенные в столовой ложке кипяченой воды выдержанные около 6 часов таблетки мумио. Крем можно хранить под крышкой в холодильнике 10-14 дней. Рецепт крем увлажняющий с мумио нужно. Крем увлажняющий для тела 50 мл мумио 4 таблетки эфирные масла герани, лаванда и апельсина по 2 капли. Крем готовится так же как и предыдущий. На последнем этапе он обогащается эфирными маслами. Глина против растяжек после родов, фото да и после. Глины природные и минеральные комплексы используются в медицине и косметологии испокон веков. Их лечебные свойства обусловлены входящими в их состав полезными для организма человека веществами. Глина терапия при растяжках эффективна потому, что природный материал обладает детоксикационными, антибактериальными и противовоспалительными. Свойствами стимулирует обменные процессы в клетках кожи, тонизирует и питает кожу кислородом. Желтая глина отличается повышенным содержанием серы, калия, железа, магния, натрия. Голубая кальция, магния, алюминия, хрома и никеля. Чтобы избавиться от растяжек появившихся во время или после беременности, можно делать глиняные маски, обертывания и ванны. Также эффективен глиняный пилинг. Рецепт маска от растяжек с желтой глиной. Нужна желтая глина, мед, отвар ромашки. Количество компонентов берется с учетом того, насколько обширные участки кожи с остриями. Глина разводится отваром ромашки так, чтобы она обрела консистенцию густой каши. Несколько столовых ложек меда подтапливаются и вводятся в смесь. С помощью кисти или рукой смесь наносится на проблемные участки кожи. Сверху необходимо намотать бинт. Маску на теле можно оставить на 3 часа или на ночь, а после принять контрастные души и воспользоваться кремом от растяжек. Рецепт масса для обертывания из голубой глины, кофе и специй. Нужна голубая глина, натуральный кофе, имбирь, корица, эфирные масла, хвойных и цитрусовых. Эта смесь помогает от растяжек эффекта апельсиновой корки. Но прежде чем ее применить, нужно убедиться, что нет аллергии на компоненты. Если во время процедуры возникнет ощущение жжения, смесь нужно немедленно смыть с тела. Заваривают кофе, берут его с гущей в таком количестве, чтобы развести глину до состояния густой сметаны. Добавляют в смесь по чайной ложке молотого имбиря и молотой корицы, капают по 3 капли любых хвойных и цитрусовых эфиров. После ванны, душа или сауны применение скраба от стрии смесь наносит на участки кожи с дефектами и обматывается полиэтиленовой пленкой. Через полчаса снова принимая душ и использует увлажняющее молочко для тела. Рецепт ванны с косметологической глиной. Нужна косметологическая глина 0,5 кг. В теплой ванне можно развести какую-либо одну глину или же взять несколько видов сразу. Ванну от растяжек принимают в течение 15 минут, потом моются под душем. После процедуры кожу увлажняют. Можно усилить эффект, сделав масляные втирания от растяжек. Рецепт скраб с глиной. Нужна голубая глина 2 ст. Ложки овсяной хлопья 2 ст. Ложки масла зародышей пшеницы. Из компонентов готовят густую неоднородную массу с кремообразной текстурой. Ее применяют в качестве скраба для мест на теле и спищренных растяжками. Крем для упругости кожи живота после родов. Сегодня на витринах магазинов большой ассортимент брендовой продукции для ухода за кожей будущих и молодых мэм, в том числе и крема. В этом ассортименте несложно потеряется. Выбрать правильный и эффективный помогут некоторые советы. Необходимо покупать средства именно для беременных или женщин после родов. В их составе больше натуральных средств, которые воздействуют только на кожу, не проникают в кровь и не способны навредить ребенку. На упаковке обязательно должна быть пометка гипоэлларгена, косметика должна быть без запаха в составе кремов от растяжек. Должна быть гелоурановая кислота, коллаген, ретинол, витамина Е, растительные масла и экстракты. Как правило, такие кремы на жирной основе, судя по отзывам, которые мамочки оставляют на женских форумах. Эффективный крем у мамы комфорт 9 месяцев. Наша мама, мастила, бабчин мама, некоторые другие. Уход за кожей после родов, советы и отзывы. Судя по отзывам, фото да и после убрать, если не сами растяжки, то их видимые проявления после родов можно. Никто не скрывает, что это долгая и трудная работа. Молодые мамы говорят, что эффекты от салонных процедур, домашняя и покупной косметики усиливается, если питаться правильно, заниматься спортом. Несколько советов помогут вселить в себя уверенность в том, что даже бордовые растяжки на животе и бедрах, которые остались после беременности, станут невидимыми. Молодая мама должна научиться уделять время не только малышу, но и себе, в своей красоте. Решив избавиться от растяжек, не нужно полагаться на какой-либо один препарат. Массаж, обертывание, пилинг, крема и маски должны использоваться в комплексе, даже если полностью убрать стрии не получится, расстраиваться не стоит. Врачи считают, что иметь некоторое их количество нормально для любой женщины, которая познала радость материнства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова